привет путник добро пожаловать на дикий запад сегодня мы с вами посмотрим игру deep raid но скорее всего я неправильно произношу но как-то так в общем перевод гугла разращенный я испорченный разращенный как-то так это стратегия ребят стратегии в которой мы будем строить строить наше поселение на диком западе добывать ресурсы отбиваться от разбойников и и тому подобное давайте же начнем не знаю рандомную карту какой-нибудь и принципе можно начинать игрушка жанра такого что вот недавно я уже выпускал подобную игру в таком же жанре имеется ввиду ну вот такая вот карта не давайте мы еще что-нибудь сгенерируем какой-нибудь мне не нравится что здесь посередине прямо у нас зима вот 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 неплохо по моему да то есть вообще давайте и начнем игрушка неплохая я уже поиграл она на английском языке если я неправильно что-то буду произносить говорить объяснять то пожалуйста не бомбите лучше просто напишите как это сделать правильно сказать объяснить и тому подобное что еще в этой игре присутствует да собственно мы сейчас с вами вместе и посмотрим ковбои тематика ковбоев она довольно таки интересная она захватывающие приключения тайны и тому подобное начинаем мы вот с этого такого вот в принципе а зачем нет я не буду в таком формате я бы о железная дорога я буду формате летсплея проходить так что давайте выберем место место да мы должны выбрать место где будет у нас главное наше здание точнее центр нашего поселения железная дорога на самом деле это это койота да это койота ребят или это лиса что это интересно такое а это лиса free фриндли друзья лисы мои так я хочу знаете куда-нибудь куда-нибудь вот куда-нибудь вот сюда к лесу короче поближе может быть даже вообще вот здесь вот тут медведи блин давайте вот где-нибудь вот здесь вот начнем смотрите здесь есть камень поросята мы их будем убивать на еду вот здесь камни очень много вот здесь вот можно кстати начать тоже вот может быть даже здесь начнем лес рядом есть тут вот уже волки ими блин да что же я так много то короче вот сюда вот давайте поехали потихонечку пока что ресурсов добывать очень большое количество можно и уголь и камень и дерево конечно же все эти бизоны это похоже все еда ребятки это все мы сможем скушать если захотим конечно же это тоже довольно таки интересно так короче давай ускоряйся вот вот реально так долго будешь идти сейчас так самое главное выбрать правильное размещение потому что вначале наше поселение но не имеет как бы так сказать точнее имеет она все но она это наше поселение но имеет дальность постройки так скажем да эту дальность постройки сразу нельзя расширить точнее можно но это стоит денег поэтому давайте вот день вот здесь вот мы поставим здание все в принципе у нас появляются люди сразу же появляются инструменты так надо знать знаете что сделать надо найти человека с винтовочкой вот он вот и теперь мы можем вот он у нас точнее может пойти и поохотиться да я наверное так вот именно и сделаю есть почему я сразу охочусь да потому что эти звери будут нападать на людей на моих обычных безобидных че это там это бизон нет бизона не убивая волк 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 и и бой такой знаете начало кровопролитные очень получается у нас отчетов тут волков заметьте очень много кстати вон еще один волк может быть даже вот этого поближе быстрее убьем не нет обратно стреляй в мишку хорошо что он убивает с одного выстрела это очень прекрасно на самом деле я вообще надеюсь что он будет все с одного выстрела бы вот видите синяя зона появилась именно эта зона определяет дальность постройки поэтому поэтому мы как бы и стараемся ограничить так давайте сразу дальше еще строить мы сразу ставим лесоруба и наверно сразу же можно поставить хотя давайте вот так вот развернем вот так вот вот так вот как нибудь вот отлично поставим сразу же этого господи а ну доски делать но лесопилку да 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 и не знаю почему но мне сразу дают мост ну мост понятно здесь нужен вот чтобы перебираться через реку потому что здесь тоже есть ресурсы это все мне тоже пригодится мишка такой распластался за что убили всю эту еду это именно еда это еда и кожа все это мы соберем но только тогда когда у нас откроется вот этот вот вот это здание но она у нас откроется только тогда когда я построю получает добычу дерево да да и леса лесопилку не лесопилку лесопилка лесопилка она правильно называется лесопилка называется смотрите там еще какую-то мечку били удал лес лесопилка лес пилит да точно я уже сомневаться начиная в каждом своих с каждым в каждом своем слое в принципе тут все понятно у нас сейчас сам автоматически назначить этот человек и он начнет вот в этом радиусе рубить деревья как увеличить радиус я честно говоря не понял но в принципе и не важно потому что самое главное что он будет это делать давайте вон еще мишку сходим убьем а то что то блин страшно понимаете люди согреться точнее не люди согреться он согреться на людей и и будет очень неприятно так что у нас опускай достраивают все назначил господи фу перепугался дом бандит нет это новый поселенец да потому что у нас именно пионеры как поселенцы пионеры ни у кого домов нет они все ругаются домов нет говорит но сначала нужно достроить вот здание и теперь у нас появляется возможность строить разнообразные всякие штуковины так в первую очередь мы давайте конечно же каменного каменоломни поставим вот здесь два места для камня есть у нас отлично также мы можем сразу дома оставить и в принципе можно прям бабахать улички у улочки вот так вот в каждый дом насколько я понял вылезает два человека у нас их 9 значит нам нужно ну как минимум домов 5 ну давайте я сначала 4 закажу вот так вот прям вот и 5 можно заказать вот так об все пускай начинают строить что у нас еще у нас появился вот это вот вещь это как раз таки охотник давайте будем здесь поставим это здание она будет как бы ему поднять приоритет да вот прям вот так вот да давайте вот так вот приоритет под ним охотник будет собирать трупы шкурки ну и все такое и собственно говоря с этого будет будет будут питаться мои люди людишки так все приоритет сработал они пошли в первую очередь именно охотника делал потому что это важно и да это ну прям это еда кстати у меня по моему еще появилось здание это вот склад давайте его тоже подкнем вот куда-нибудь она хотя ему без разницы где ну давайте вот здесь вот и воткнем он чуть больше вот так это торговцы это когда трейдер ты что по моих эти ковбои вообще что самое удивительное и для меня самое странное то что я здесь не вижу ни одной женщины все мужчины ну и ну они просто жить будут вдвоем но это суровые ковбои ребят это суровые ковбои как же как же иначе то замет вы заметили что во время распиливания досок деревьев крутится вот это вот ветряное колесо насколько я знаю то есть ветер появляется именно в тот момент когда начинает пилиться бревно да ребят именно так и не спорьте никак иначе ну что ж поделаешь такая такая механика игры это странно конечно на самом деле ну ладно игра не забывайте что она тоже в раннем доступе об этом надо блин постоянно упоминать я всегда забываю об этом говорить потому что часто если не скажешь люди сразу начинают воспринимать что это как бы релизная версия и все значит вот именно так и должно быть нет конечно же некоторые моменты будут изменяться со временем что-то добавляться что-то улучшаться ну и и все в этом роде там он мишку разделали видите он прям труп ближе ну в принципе тут я смотрю все разделы ты мясо и склад я делаю для того чтобы собирать ресурсы на с заводов так скажем да с производства и складировать на складе чтобы не останавливалась производство потому что именно остановится производство если мы захламим здесь допустим досками все понимаете ну пока строительство идет у нас тут без разницы потому что мы тратим ресурс так у нас к 10 и новый не убьют типа новая постройка у нас есть туалет да ребят туалет как бы это странно не было но туалет да давайте вот с той стороны поставим и один с этой стороны я не знаю на самом деле сколько нужно туалетов вообще на поселение вот смотрите два человека живет вот смотрите он заполнился и все типа еда никуда не будет деваться это что такое он убивает или а а я не могу нажать да окей fire а у ухты а вот это я не знал то есть можно таким образом поменять круто 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 то есть не обязательно потому что я до этого когда тестил игру немножко посмотрел я сносил здание строил заново его хотя с другой стороны может быть это и тоже выгодно ну ладно ничего ничего заметили попытался такую улицу сделать да ну и в принципе получилось да сейчас когда построится здание не знаю будут ли они модернизироваться здание в этой игре посмотрим может быть игра вам зайдет и я сделаю пару серий по ней а может быть вообще стрим почему нет хоть игра на английском но она интуитивно понятно здесь нету каких-то сложных таких настроек да знаете типа менеджмента или экономики какой-то сложный все в принципе просто и очень мало значков так что в принципе разобраться можно при этом при всем довольно таки неплохо выглядит и как бы играбельно вот ну по крайней мере меня не остановило то что игра на английском языке и в принципе как видите я с удовольствием не играя единственное не момент как бы заметить что они тоже где вот ходят тропинки топчет да то есть они тоже протаптывают тропинки то есть я не могу дороги какие-то делать скорее всего на нас будут нападать возможно какие-то бандиты или что-то в этом роде по крайней мере скриншоты самой игры в стиме есть и там есть нападение врагов на нас так 10 кстати у нас вот 4 стоп 10 пионеров да и 5 домов все правильно по 2 в каждом домике вот у нас двое остается без ночлега ну ладно сейчас построить ничего страшного в принципе ничего страшного смотрите дальше что получается я смотрите что это это я 58 баксов получил за что-то не знаю за что правда я ничего не продавал ну ладно чтобы дальше открывать тут уже нужно всяческие условия выполнен допустим 5 а сеттлорсов я не знаю кто такие сеттерс жители наверное может быть или что-то типа такого блин откуда ну при этом понятно по моей воде ездит и по еде который лежит на полу ну ладно так допустим колодец сделать это 12 пионеров нужен то есть мне нужно еще два пионера и при этом при всем я на это никак не могу повлиять потому что пионеры они ну как бы просто приходит да то есть ну типа вот видели то есть на лошадях прискакивают прискакивают говорится так так вообще говорится прискакивает все настала ночь они отдыхают и двое как видите меня бездомных к сожалению но в этом нет ничего страшного я надеюсь они сильно не расстроиться просто вот счастье у них немножечко спадет мне кажется и все видите вниз такое она уходит ну ничего ничего мы просто скоро построим еще один домик и все будет по красоте притом за заметьте я обратил одну одно внимание на одну вещь одно внимание на одну вещь ну ладно ниргорн такой ниргорн так вот я замедляя скорость на самое обычное смотрите они как ходят то есть мне это так почему-то немножко взбесил в том плане что они скользят то есть видите они как будто по льду идут то есть они проскальзла не ступает и проскальзывает ногой но это же неправильно ну то есть они идут не и когда я ускоряю они они еще быстрее скользя до понимаете то есть люди искусственно медленно идут то есть у них анимация движения намного быстрее чем их скорость понимаете то есть анимация не поспевает за скоростью или наоборот это это очень странно не знаю почему кстати здесь не достроили они достроили потому что ко мне нет а это не даст серьезно ты здесь все есть то они просто не доделали здание и не начали добывать камень это очень странно ну ладно ладно сейчас они все сделают у нас и будет и камень и доски все прям красоте будет единственное что они готовят они едят сырое мясо что ли или что и или они еще даже стоп вот у них голода вот у них в ну жажда воды и это странно ну ладно ладно возможно они еще не проголодались поэтому им без разницы возможно вот где-нибудь здесь я какое-нибудь здание вот может быть примеру батчер батчер по-моему да не знаю что здесь делается все не могут достроить здесь не хватает камня ну ладно вот здесь человек начнет делать все будет нормально они начинают делать туалеты и потом они займутся тем тем что начнут перетаскивать на склад предметы собственно здесь уже давным-давно пора потому что здесь мясо как видите чересчур слава богу что если я не ошибаюсь вот трупики они не гниют и не пропадают это очень хорошо на самом деле да туалет кстати у них нету пони желания сходить туалет но по крайней мере я у них не вижу его то есть но туалет все-таки нужно делать так что как-то так 11 пионеров у нас по вообще элитно приехали прямо по главной улице так торгов торговцы вот знает как что-то как только не дальше мимо поехали ну ладно все начинает видите складировать здесь тоже уже камень начинается дотаскивать последний у нас есть кстати вот здесь все притащили и мы сейчас достраиваем но у нас сразу же нужно еще один домик делать давайте вот здесь вот потому что у нас 11 уже жители один человек в любом случае без жилья остается ну и с другой стороны все равно жителям нечего делать единственное что вот это вот главное здание но какой-то скудный на мой взгляд потому что здесь можно продавать продавать покупать предметы и также расширять территорию и либо покупать лошадь как бы с главным зданием то есть можно передвинуть куда-нибудь и в другом месте поставить тип поселение еще одно я так понимаю допустим это главный город а где-нибудь здесь я буду к примеру ну где-нибудь не знаю вот ним здесь добывать там железо да вот уголь и да и железо вот ну к примеру как вариант ну-ка давай вот так вот тебя сместим немножко потому что мне он тоже вижу трупики пускаем пока так поработает здесь у нас есть деревья нормально сейчас строит дом и надеюсь у нас придет еще один житель не будет вообще все красиво домики по-разному выглядит это очень хорошо это очень радует потому что когда а знаете строишь но они как сказать они формы то я в принципе все одинаковые но хотя бы по разному декор у них да то есть на всякие вот а палки валяются там подобное все по-разному так все вроде бы у меня сейчас все люди обеспечены жильем и собственно у меня пришел уже 12 пионер и мне открылись новые постройки это смотрите я очень не представляю что это это скорее всего дрова это скорее всего дрова поэтому мы давайте будем здесь вот это здание строим скорее всего дрова потому что вот здесь как раз таки видите нужно firewood да это дрова ну для поддержания огня понятно дело у вау железная да похоже железная дорога ребят это круто так колодец колодец конечно же давайте вот здесь рядом с туалетом прям нет некрасиво рядом с туалетом вот здесь колодец давайте построим один чтобы добывать воду что у нас есть ну и церковь конечно церковь мы построим по всем канонам вот так вот или вот так вот поставить или вообще вот так вот на дать вот как не так уж поставим это здание потом переставим да вот так пускай лучше стоит ну и все продолжаем церквушка это основная необходимая вещь потому что видите без нее они становятся недовольными церквушка нам нужно это прям кровь износа но у нас смотрите кончается металл и скорее всего вот у нас четыре металла осталось я не смогу а нет смогу хватит еще четыре металла хватит четыре металла а вот это а доктор а лечить людей смогу наверное а это у нас стейбл ну раз здесь подкова нарисовал значит что-то с конюшней связаны или с лошадьми в данном хангер возможно суда это стоило возможно или что-то типа такого да 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 он видно такие скорее всего это стоило какой-нибудь давайте вот здесь может забабахаем вот так вот пускай строит колодец 93 процента осталось по моему по моему мне говорят что кончил да ух ты туда же человек который будет именно добывать да по моему деревья кончились но мы просто давайте вот так вот переместим и все нормально будет все по красоте шикаренько то есть да вон видите он дрова начинает рубить тоже все понятно здесь на самом деле игрушка простецкая я бы даже так выразился потому что ну вот лично у меня вообще не никаких проблем нету с тем чтобы разобраться в этой игре видно что здесь рыба может быть да потом хлеб алкоголь но это понятно как же ковбой без алкоголя интересно я буду намывать золото или что-нибудь такое ух ты это что такое а это опять 3 3 просто смотрю на карте какой-то значок такой кругленький едет на этом принципе я буду заканчивать потому что игрушка очень довольно таки неплохая но есть есть какое-то у меня сомнение игрушка серых что ли да вот какая-то она пишите свои комментарии свои мысли по этой игре и стоит ли ее продолжать на моем канале ну хотя бы нет я еще одну серию по-любому сделаю хочется посмотреть что дальше хочется нападение какой-нибудь поймать на себя на этом всем у нас уже 13 кстати жителей я вот сейчас заметил так ну-ка вот такое название 13 жителей это значит еще один домик нужно будет строить всем спасибо за просмотр удачи и до скорых встреч